Если предыдущая неделя была бесцветной и неинтересной, то прошедшая неделя оказалась неожиданно насыщена всевозможными событиями, как трагическими, так и комическими. Ну, давайте обо всем по порядку. По-настоящему трагическая новость пришла в конце недели из Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде у здания местного управления Министерства внутренних дел покончила с собой журналистка, нижегородская журналистка Ирина Славина. Она совершила акт самосожжения в знак протеста против притеснения силовыми структурами СМИ и ее лично. Это ужасная история, конечно, она попала на все ленты новостей. И лишний раз это подчеркивает то, с каким пренебрежением, с какой жестокостью и с каким напором взаимодействует сейчас власть со средствами массовой информации. Насколько власти во всех регионах Российской Федерации не хотят того, чтобы существовала независимая журналистика. Это лишний раз говорит о том, что эта журналистика на самом деле очень нужна людям, а то, что нам скармливают через официальные информационные каналы, это совсем не то, что нужно нам знать или то, чем мы могли бы интересоваться. Так уж получилось, что и в Башкирии на прошедшей неделе случился скандал со СМИ, скандал громкий, пока не до конца еще понятный. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению его обстоятельств, я бы хотел дать некую хронологию событий, которые случились вокруг господина Сидякина и издания про УФУ бонус Руфы Рахимовой. Началось все с того, что было заявлено о том, что в очередном номере бонуса выйдет статья о Александре Сидякине, который подозревается журналистами про УФУ и бонусы в том, что он владеет некими бизнесами по обслуживанию лифтов, владеет через свою гражданскую жену Ксению Шевелеву. А также упоминалось то, что в этих структурах числится какая-то из родственниц или предполагаемых родственниц Мурзагулова. В общем, вот некий такой анонс вышел. В электронной версии про УФУ эта статья тоже вышла. В общем-то, информация уже пошла, но прозвучало о том, что будет напечатан бумажный тираж бонуса, где будет эта статья. Далее случилось то, что случилось. Приехав за тиражом в типографию Башкортостан, представители бонуса выяснили, что газеты нет. Первоначальное заявление было сделано, что она напечатана и тираж похищен. Тут же поднялся шум гамбла, написано заявление в полицию. Приехала полиция, начала опрашивать. Потом как-то вдруг стало выясняться, что оказывается тираж вовсе не похищен, а тираж вообще не печатался. Здесь начинается совсем смутное. Представители типографии заявляют о том, что они намеренно не стали печатать этот тираж, хотя там уже был размещен заказ. Все, значит, гранки, как говорится, все эскизы были переданы типографии. И типография отказалась печатать газету якобы потому, что за изданием числится какой-то долг. Со своей стороны, издание Бонус заявило о том, что никакого долга за ними не числилось. Существует некая договоренность типографии о том, что они в течение месяца печатаются, потом 20-го числа закрывают стоимость всех работ, которые были сделаны до этого момента. Ну, естественно, 20-е число все еще не наступило. В общем, вот такие противоречия. При этом типография мгновенно заявила о том, что будет писать заявление в полицию о том, что было ложное заявление о преступлении, то есть клевета и так далее. Вот это странная, кстати, история, потому что мы могли бы разобраться между собой, там, заказчик, исполнитель. Ну да ладно. Дальше больше. Пресс-секретарь Хабирова, наконец-то появившись на свет, в прямом и переносном смысле, эта девушка, значит, сделала грозное заявление о том, что администрация главы региона готовит иск в суд в отношении издания про УФУ и Бонус. Вот, собственно, почти вся хронология. Но что же предшествовало этим событиям, что, значит, произошло и что будет происходить дальше? Вот об этом стоит порассуждать. А самое интересное, какова реакция вообще всех участников этого процесса? Так уж вышло, что некоторое время назад в Уфе произошло одно событие, которое нельзя сказать, что было особенно уж медийным и особенно упоминалось в прессе и широко обсуждалось, но, как говорится, кому надо, тот был в курсе. Закрытым образом адресом были разосланы приглашения на открытие нового бутика модной одежды, который расположился в отеле Кроун Плаза. И вот ограниченный круг гостей насладился, значит, новой коллекцией дизайнерской одежды. Магазин этот называется странным названием «Саша», с ударением на последнюю букву. И все бы хорошо, и было бы непонятно, у нас куча всяких магазинов, значит, со всякими разными замысловатыми названиями, зачастую это просто словосочетание. Но здесь «Саша» был какой надо «Саша». Уже издание «Собака» заложило первый камень в этот скандал, когда, осветив это мероприятие, открытие этого бутика, сделала подпись под фотографиями гостей и хозяйки этого бутика. Так вот, хозяйка была обозначена именно как Ксения Сидякина. На самом деле, никакой Ксении Сидякиной в природе не существует. Тут это на совести издание «Собака», я бы на месте «Саша Сидякина» подал бы в суд за фейк-ньюс. Но почему-то он, кстати, не подал на собаку в суд. На самом деле, это была Ксения Шевелева. Это гражданская то ли жена, то ли, значит, сожительница господина Сидякина. Это так до конца непонятно, но, судя по декларации прошлого года, она тогда еще не была ему законной женой. Может быть, сейчас они поженились. Ну, в общем, дама сердца. И вот это Ксения Шевелева. Она же, как бы, Ксения Сидякина, открывает вот этот бутик «Саша». С такой претензией это, значит, звучит в адрес, естественно, обожаемого партнера. И вот в этот момент, судя по всему, занимающийся расследованием деятельности, хозяйственной деятельности и бизнесов господина Сидякина, журналист Рахматов, обнаруживает некое странное совпадение, что вот именно полная тезка Ксении Шевелевой, которая изданиями «Собака», например, называется уже Ксении Сидякиной. Так вот, эта полная тезка является соучредителем одного из лифтовых бизнесов, крупных бизнесов, который раскинул свои щупальца не только в Башкортостане, но и в других регионах. И он ассоциируется с господином Сидякиным. И дальше колесо завертелось. Тут, как говорится, мозаика сошлась. Я не знаю, выразилась ли свою благодарность Рамель Рахматов изданию «Собака», но вот это был последний такой кирпичик, который поставил все на свои места. И далее выходит вот этот материал, в котором, собственно, и выдвигаются обвинения в том, что господин Сидякин якобы владеет некими бизнесами, связанными с обслуживанием лифтов. Владеет он этим бизнесом якобы совместно с родственницей господина Мурзагулова. Впрочем, разговоры о том, что у Мурзагулова и Сидякина давно и прочно налажены бизнес-связи, ходили давно. Но не было понятно, в какой области располагается этот бизнес. Вот издание про Уфу и Бонус предположили о том, что эти бизнесы располагаются в зоне лифтовых сервисов. И вот, собственно, эта история и стала поводом для заявления администрации главы республики о том, что они подают в суд, за что там до конца непонятно. Руфа Рахимова уже ответила в публичном пространстве как бы достаточно ехидно и колко о том, что она не понимает, что будет оспаривать господин Сидякин. Ну, собственно, участие Ксении Шевелевой в учредительстве компании, или там причастность его лично к этому, или там причастность Мурзагулова. Ну, в общем, мы посмотрим, когда иск появится, тогда и поймем. Вот, вообще, конечно, история вот эта, она проиллюстрировала очень много интересных моментов, и, честно говоря, меня постигло некое разочарование. В первую очередь, я разочаровался лично в Саша Сидякин, хотя, наверное, теперь нужно уже произносить на французский манер, Саша Сидякин, вот так, да. Я, правда, в нем разочаровался. Я думал, что Саша существенно более серьезный мужчина, который, ну, вот как-то вот умеет дистанцироваться от этих вещей, все еще не участвовал в всех этих склоках. Во-вторых, я разочарован тем, что он не уловил того момента, когда Мурзагулов втянул его в склоку с Роуфой Рахимовой. Теперь Сидякин полноценный участник этого достаточно омерзительного процесса борьбы с СМИ в Республике Башкортостан, никуда ему от этого теперь не деться. И Саша Сидякин теперь будет одним из, вот, как говорится, действующих лиц вот этой дурной пьесы под названием «Война с Роуфой». Не знаю, чем это все закончится. Безусловно, как говорится, попкорн нужно закупать, потому что, ну, посмотрим, подаст ли он суд. Я бы на его месте, конечно, этого не делал, потому что это, но вот это было бы полным безумием, потому что, если суд будет, то суд будет, безусловно, открытым, и вот тогда, конечно, Роуфа порезвится по полной. Как кто-то метко заметил, когда там попался Мурзагулов, там, на всем, на чем можно, как бы сказали, что будем иметь мыша не спеша. И вот, как бы, да, тогда, конечно, Роуфа Гореевна поимеет их всех не спеша и очень красиво. И тут ведь дело вовсе даже не в претензиях Саша Сидиакин к Роуфе Гореевне, а в том, что вот вся эта история имеет обратное действие. Такого количества людей, которые заинтересовались вот этой ситуацией и теперь в курсе, и теперь, значит, будут следить за ней, Роуфа Гореевна не достигла бы никогда, если бы просто опубликовала статью в этих обоих изданиях. Но теперь усилиями Саша Сидиакин и Ростислав Мурзагулов, не знаю, в каком прононсе нужна его фамилия теперь тоже упоминать, вот эти вот два бойца, они, конечно, подняли рейтинг и про Уфу, и бонуса до абсолютно неимоверных высот. На прошедшей неделе Башстат совершенно неожиданно выступил с заявлением о том, что, проведя исследование демографической ситуации в Республике Башкортостан, это ведомство пришло к весьма печальному выводу о том, что в ближайший год население Республики может снизиться и упасть ниже планки в 4 миллиона человек. Все мы помним, что предвыборными обещаниями и планом ради Хабирова было увеличение численности населения Республики Башкортостан в обозримом будущем до 4 миллионов и 100 тысяч человек. И тут вот такая вот оглушительная новость со стороны Башстата. Понятно, что причиной снижения численности населения Республики является достаточно много факторов. В том числе это массовый отъезд, особенно работоспособного молодого населения в соседние и иные регионы. Это и Москва, и Казань, и Санкт-Петербург. Очень многие уезжают действительно. Причины здесь тоже многообразны к этому отъезду. Но в первую очередь это неспособность и невозможность найти на территории Республики достойного занятия для людей с хорошей квалификацией, с большими амбициями. К сожалению, мы все больше и больше превращаемся в некий депрессивный регион. Вторая причина – это, конечно, низкая рождаемость и высокая смертность. Ну, высокая смертность в этом году, конечно, весьма загадочна. И во многом закрытая информация о смертности от коронавируса, от иных болезней. Она, конечно, способствует подобному явлению. Но да, смертность у нас выше рождаемости. Надо отметить, что власти не остались безучастны к вот этой оглушительной новости Башштата. И даже в Курлтай, в госсобрании Республики Башкортостан, прошли слушания по демографии. На ковер были вызваны два ключевых министра, отвечающих за этот вопрос. Это Ленар Иванова и Максим Забелин. Они были призваны к ответу и должны были прокомментировать эту ситуацию, объяснить, как они будут бороться с этим падением численности населения. И вот тут-то уж совсем страшное и случилось. Оба заявления обоих высокопоставленных чиновников, как говорится, ни в какие ворота не лезут. Госпожа Иванова сразу же взяла быка за рога или за какое-то другое место. И сообщила, что у нее есть готовый рецепт решения демографического вопроса. Она заявила о том, что рождаемость можно повысить при помощи внедрения в среду населения Республики Башкортостан молодых мигрантов. То есть в качестве каких-то, видимо, осеменителей и людей, которые способны к более активному образу жизни, эти молодые мигранты из, видимо, азиатских республик будут, как говорится, взбадривать демографический фон в республике. Вот такое заявление делает у нас вице-премьер по социальным вопросам, по всем вот этим вот сферам социальной помощи и в том числе по демографическим вопросам госпожа Иванова. То есть Иванова полагается на то, что понаедут молодые азиатские иностранцы, которые нам здесь новую кровь привнесут. Это заявление, конечно, вызвало, ну, абсолютную бурю протестов и возмущений. Ну, оно само по себе, конечно, прямо скажем, безумно, это заявление. Но и то, как оно подавалось, как некая рецептура решения проблемы. То есть при этом госпожа Иванова заявила о том, что, например, бесплатное ЭКО – это совсем не нужная вещь. Там всякие программы и прочие мероприятия – это все совершенно не нужно. То есть зачем тратить деньги в пустую, когда можно нагнать сюда побольше, значит, дружественных узбеков, таджиков и киргизов, которые решат нам проблему рождаемости в республике. Ну, госпожа Иванова, конечно, не объяснила, каким образом она будет склонять женскую половину населения республики к усилению рождаемости. И будут ли это смешанные, как говорится, контакты между приехавшими мигрантами и местными жительницами? Или это будут сугубо просто национальные вливания в демографический фактор? Я не знаю. Ну, в общем, конечно, ничего глупее в этой ситуации придумать было нельзя. Но особенно учитывая, что, видимо, Ленаре Хакимовне особенно-то отчитываться не о чем в этой области. На самом деле она ничего не делает для того, чтобы поддерживать демографическую ситуацию в республике. Не менее безобразным было и заявление господина Забелина на ту же тему. Он вообще сказал, что жительницы республики Башкортостан, вот эти вот никуда негодные женщины, они намеренно в погоне за материнским капиталом рожают нежизнеспособных детей, на которые потом у него у Забелина уходит огромное количество денег из бюджета на лечение этих детей. И вообще эти негодницы рожают вместо налогоплательщиков пожирателей налоговых средств, бюджетных средств. В общем, более циничного заявления, граничащего где-то с какими-то отчетливо отдающими фашизмом тезисами, я, честно говоря, в последнее время от чиновников Российской Федерации не слышал. Но вот, по крайней мере, однозначно такое заявление сделал господин Забелин, пытаясь отвести от себя обвинение в вот этой демографической катастрофе, которая угрожает республике Башкортостан. К слову о статистике. В 2019 году республика Башкортостан занимала лидирующие позиции в Павловском федеральном округе по уровню самоубийств. Действительно какая-то катастрофическая ситуация была в 2019 году. И вот в 2020 году, пока по итогам 8 месяцев 2020 года, эта ситуация несколько выправилась. Казалось бы, надо обрадоваться и, наверное, попросить ту же самую Иванову и Забелину рассказать нам, как же ему это удалось сделать, это тоже имеет отношение и к социальным вопросам, и к демографии, и к здравоохранению, ко многим аспектам. Но выясняется, что, оказывается, здесь никакого чуда не произошло. И, опять-таки, эти два человека, скорее всего, никакого отношения к этим успехам не имеют. Выясняется, что, оказывается, тут все игра цифр. Количество суицидов, судя по всему, не уменьшилось в республике Башкортостан. Их просто перестали определенным образом регистрировать. Например, есть такая причина смерти в каталоге, в международно принятой классификации заболеваний и причин смерти, как повреждение с неопределенными намерениями. Ну, то есть, условно говоря, если человек спрыгнул с крыши и разбился на смерть, это можно считать как самоубийство, а можно считать как повреждение с неопределенными намерениями. То есть, ну, мертвого же уже ни о чем не спросишь. Если он не оставил внятные записки о своих, значит, обстоятельствах и причинах, то можно считать, что он свалился случайно. И вот подобными манипуляциями Башкортостан добился того, что в этом году мы, видимо, не попадаем на лидерские позиции в Поволжском федеральном округе по количеству самоубийств. Ну и немного хороших новостей, чтобы чуть-чуть разбавить мрачную картинку сегодняшнего выпуска. Несмотря на то, что Радий Хабиров совершенно неожиданным образом ограничил почти до нуля полномочия вновь назначенного премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова, Андрей Геннадьевич не сидит сложа руки. И вот мы начинаем уже видеть некие результаты его действий в первые дни премьерства. И я говорю о том, что было заявлено на прошедшей неделе, а именно было заявлено о создании Центра стратегических разработок Республики Башкортостан. Что это за структура и зачем она нужна, чем она будет заниматься. Во-первых, на сайте есть информация об этом. Во-вторых, там уже заявлено о том, что эта структура будет заниматься именно стратегическим планированием и созданием максимально комфортных условий для прихода инвесторов в Республику Башкортостан. Будет заниматься также и идеологическими вопросами экономики, то есть планирование и выяснение необходимых направлений, куда будут направляться средства и где наиболее эффективно можно будет привлечь инвестиции. Надо отметить, что подобная структура давно и успешно работает в соседнем Татарстане. Тут мы велосипед не изобрели. На старте этой структуры в Татарстане она насчитывала 150 человек сотрудников, то есть крупная организация. И в Татарстане у нее все получилось, она очень хорошо работает. Также отмечу, что руководителем вновь создаваемой структуры назначен Рустем Давлетов, депутат госсобрания, молодой депутат госсобрания и вполне себе успешный бизнесмен, человек, который понимает процессы. Также надо отметить отдельно и некий политический аспект создания этого предприятия, что мне всегда импонировало в господине Назарове, который безусловно является патроном и инициатором создания вот этой организации, это то, что он никогда не был таким, ну, абсолютным фанатиком партии «Единая Россия». У нас принято на все руководящие должности назначать членов этой партии. Так вот, Рустем Давлетов, который будет руководить этим центром стратегических разработок в Республике Башкортостан, он вообще депутат от «Справедливой России». Ну, как бы, хоть что-то, да, и хоть какое-то разнообразие. Но, возможно, это не главное. Есть, конечно, не то чтобы опасения, но предположения, что создание этого центра – это некое размножение сущностей, столь вредное для бюрократического и экономического аппарата любого субъекта. Во многом, конечно, эта компания, эта организация своими целями, задачами дублирует, например, там, Торгово-промышленную палату, либо даже некоторые функции Министерства экономического развития. Но тут будет некий иной горизонт планирования, большая свобода в плане того, что это все-таки не госучреждение. И, ну, надежды, как говорится, лучше питать, чем не питать. Посмотрим, возможно, эта структура оживит бизнес-климат в Республике. Возможно, она укажет на те ошибки и неправильные шаги, которых очень много сейчас делается в области привлечения инвестиций и взаимодействия с бизнесом. И вот в связке со следующим вопросом, о котором мы будем говорить, я бы высказал надежду на то, что Центр стратегических разработок в первую очередь разработает некие рекомендации для муниципалитетов, например, как вести тендерную политику, потому что, например, в городе Уфе тендерная политика превратилась уже в абсолютный ужас и кошмар. И вот об этом мне тоже хотелось бы поговорить. Вопрос чистой воды для города Уфы и вообще для Башкортостана – это всегда очень насущный вопрос, это большая больная проблема, начиная с той ужасной фенольной катастрофы, которая случилась в начале 90-х в Уфе, да и вообще у нас около 30% населения не обеспечено чистой питьевой водой в должной степени в Башкортостане. В общем, это проблема. Проблема эта как-то решается по-разному. У нас очень много производителей бутылированной воды, в том числе есть и производители, которые налаживают процесс автоматической продажи этой воды на улицах. И мы видели, наверное, уже все вот эти автоматы, в которых можно приобрести воду в свою тару, условно говоря, набросав каких-то монеток в него и получив какое-то количество воды. Это, в принципе, удобно, это разумно, это довольно цивилизованный подход в том смысле, что это еще и некая экологическая забота. Если повторно использовать тару, то мы не плодим вот эту пластиковую упаковку в мусорных баках. В общем, это нужная штука, и она появилась в Уфе уже достаточно давно. Однако, как часто бывает у нас в стране, инициатива бизнеса несколько опережает деятельность административных органов. И до 2020 года вся вот эта деятельность с продажей и установкой автоматов по продаже воды не было никак регламентировано нормами администрации города Уфы. Все было как-то подзаконно, там, значит, кто с кем как договорится, аренда земли толком не оформлялась. В общем, был легкий бардак в этой сфере. И вот администрация Уфы все-таки успела и смогла преодолеть этот бардак к 2020 году. Муниципальным учреждением управления наружной рекламы города Уфы был разработан некий стандарт, стандартный эскиз вот этого нестационарного торгового места по раздаче, разливу, продаже воды. Некое образное представление города о прекрасном в этой области. Этот эскизный стандарт, эскизный проект был утвержден господином Мустафиным и господином Байдином. И было прописано такое условие, что при размещении вот этих вот торговых точек для розлива воды необходимо учитывать вот этот вот эскизный проект. Ну, собственно, нам не удалось найти в интернете, как выглядит этот документ и как выглядят картинки вот этого прекрасного, то, что было утверждено Мустафиным и Байдином. Есть только словесное описание, и оно достаточно комичное на самом деле. Это прямоугольная конструкция коричневого цвета с орнаментом по периметру, ну, естественно, башкирским орнаментом. Тут, конечно, дизайнеры сейчас захохочут. Есть такая расхожая шутка о невозможности сочетать квадратное и коричневое, но вот уфимские дизайны, уфимские руководители, Мустафин и Байдин сделали невозможное и свели в одном объекте коричневое с квадратным. И, в общем-то, навязали вот подобное решение тем, кто занимается разливом воды. Ну, и дальше городские власти перешли к торгам. То есть, они решили легализовать вот эти точки, которые будут стоять, и разливать, продавать воду через вот этот стандарт оформления этой торговой точки. И, значит, конкурсные процедуры решили проторговать право аренды земельных участков под расположение этих торговых точек. Надо отметить, что сами точки очень небольшие, занимают они не более 6 квадратных метров, но при этом суммы торгов достаточно велики. Количество мест по Уфе насчитывает несколько сотен. Соответственно, все игроки рынка были в этом очень заинтересованы. И действительно, фирмы, которые занимаются этим бизнесом, были заинтересованы, чтобы легализовать свое размещение на городских землях вот этих вот автоматов, этих всех аппаратов. И с радостью восприняли идею мэрии провести конкурс. Но дальше началось странное. Как утверждают участники процесса, конкурс был полностью выпилен под конкретного победителя, которого протаскивала мэрия. Я не берусь так утверждать, но это таково мнение бизнес-сообщества, которое участвует в этих процессах. В 2020 году, в мае месяце, была предпринята первая попытка провести конкурс, в котором было всего два лота, очень крупными количествами участков были объединены в два лота на этом конкурсе. ФАС отверг подобную форму проведения конкурса и отменил этот конкурс. Первый раз мэрия не смогла справиться с этим. Меня всегда удивляет, как мэрия целая крупная, большая административная структура, в которой куча всяких юристов, людей, занимающихся конкретно торгами и прочими конкурсными процедурами, как они могут организовать какой-нибудь конкурс, который потом отменяет ФАС, потому что он незаконно организован. Это удивительно. Я не знаю, существуют ли там критерии оценки работы сотрудников мэрии. Это же они просто накосячили. Ну да ладно. Далее мэрия повторно провела этот конкурс. На конкурс заявились четыре компании. ООО «Живая вода», ООО «Водолей», который представляет производителя «Красная горка», ООО «Сила Урала» и ООО «Ключ здоровья». Так вот, все участники конкурса были сняты с конкурса кроме одного, кроме ООО «Живая вода». Собственно, вот эта ООО «шечка» и победила на конкурсе. Собственно, у этой ООО «шечки» и соответствовали торговые точки всем влажным мечтаниям господина Байдена и представлениям о прекрасном господина Мустафина. Именно, видимо, у ООО «Живая вода» были квадратные и коричневые автоматы порозливого воды. Ну, не знаю, как так получилось. Бизнес-сообщество, конечно, в один голос заявляет о том, что это совершенно конкретная подстава и заказной конкурс. ФАС пока помалкивает. Но дело в том, что в ходе проведения конкурса было допущено достаточно большое количество нарушений. В частности, причины, по которым были сняты с конкурса остальные претенденты, выглядят достаточно подозрительно. Ну, например, сняли с конкурса несколько участников этого процесса, потому что они как раз-таки не соответствовали этому стандарту, который был нарисован Байденом. Но даже в положении о конкурсе указано, что этот стандарт всего лишь рекомендация к исполнению, и его неисполнение влечет за собой только снижение количества баллов на конкурсе, а вовсе не отказ в участии в конкурсе. Были там и совершенно формальные причины, которые обычно не являются причинами для снятия с конкурса. Это, например, то, что компания «Водолей», например, подала не все страницы устава в пакете документов на конкурс. Обычно в таком случае, когда документы принимаются, комиссия говорит, у вас здесь недостаточно страниц, донесите еще там две страницы. В данном случае сработали автоматически, не хватает последней страницы, все, мы вас не допускаем к конкурсу. И еще масса нарушений, которые были в отношении других участников, но в частности, например, ООО «Силы Урала» не допустили до конкурса, потому что им не было представлено документы о наличии опыта торговли в этой сфере. Однако и рекомендации ФАС, и закон, и даже положение конкурса говорит о том, что подобная причина не может являться причиной для снятия с конкурса. В общем, то, что этот конкурс был проведен абсолютно заказным образом и, судя по всему, делался под одну компанию, которая его и выиграла, это очевидно даже для меня, человека, который не очень сильно погружен в эти конкурсные процедуры. Кроме всего прочего, мэрия почему-то согласилась на худшее предложение среди тех, которые были сделаны. Победитель конкурса ООО «Живая вода» предложил меньше денег, чем другие компании, которые участвовали в этом конкурсе, вернее пытались участвовать. В итоге мэрия недополучила от аренды за проторгованные 96 мест порядка 7,5 миллионов рублей. Вроде бы деньги небольшие, но если мы на каждом шаге и на каждой капле воды будем терять по 7,5 миллионов, наверное, скоро мы придем к тому, что мэрия наша будет банкрот. Уже сейчас не очень хорошо финансовое положение администрации города Уфы. А что будет дальше, непонятно. Собственно, к чему я это все говорю? Я это говорю к тому, что впереди еще довольно большое количество конкурсов по размещению подобных автоматов на территории Уфы. И, пожалуй, что мэрия должна пересмотреть свои подходы к этому вопросу, потому что квадратное и коричневое – это точно не эталон красоты. Дело в том, что существует огромное количество разнообразия вот этих автоматов. Как правило, они стилизованы под, ну там, где-то бутылка воды, где-то какая-то стилистика тоже связанная с водой. Эта штука не может быть квадратной и коричневой. Байдин что-то перепутал. Он, видимо, какие-то воспоминания детства свои страшные использовал, когда подписывал вот этот эскиз. Но на самом деле все это выглядит значительно более нарядным, более таким эстетичным во всем мире, и в Казани, и в Москве, и за границей, и всюду. Более того, эти автоматы совершенно успешно, нормально ставятся везде, кроме Уфы, вот в таком виде, в котором они существуют, и никого это не смущает. Я выражаю очень большую надежду на то, что мэрия Уфы в будущих конкурсах на подобную тему перестанет проявлять подобное ослиное упрямство в исполнении не вполне разумных требований. Может быть, Центр стратегических разработок поможет добрыми советами администрации города Уфы. Но я очень надеюсь, что больше подобного безобразия в тендерной политике в городе Уфе не повторится. Может показаться, что история с БСК и Шаханами закончилась, потому что в открытом пространстве как-то совсем нет новостей ни про содовую компанию, ни про Шаханы. Но на самом деле это не совсем так. Мы все помним, что генеральная прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием о национализации акций башкирской содовой компании. И вроде как бы даже было назначено слушание, но тут на прошедшей неделе случилось странное. Генеральная прокуратура Российской Федерации ходатайствовала об изменении условий иска в части уточнения требований. Вот что подразумевалось под этим уточнением требований, до конца непонятно. 14 октября будет первое слушание по этому судебному вопросу. И может быть мы тогда поймем, но предполагать мы можем уже сейчас. Вполне возможно, что господин Рапота все-таки дошел до Владимира Путина и донес ему свою точку зрения на этот вопрос. И в первую очередь на вопрос о собственности, потому что Путин-то как-то с плеча рубанул, что, дескать, заберите-ка все это обратно в государственную собственность, а тут распоясались частные инвесторы и собственники, значит, которые ни черта не платят налогов и все выводят за рубеж. Я предполагаю, что Григорий Рапота все-таки смог донести Путину свою версию происходящего. Судя по всему, он пояснил Путину, что отъем акций у частных инвесторов, это, наверное, не самое красивое, что можно сделать в данный момент, хотя я утверждать не берусь. Но Генпрокуратура внезапно решила изменить свои требования в части уточнения. Что будет с пакетом акций, который принадлежит Республике Башкортостан, который сейчас тоже арестован пока судом, тоже непонятно. Ну, я всегда исповедовал такую версию, что, наверное, вот эти 38% как были, так и останутся за Республикой. Вероятнее всего, их так и оставят Республики, они ничего не решают. А вот что будет с остальным пакетом, с самым главным пакетом, который принадлежит в основном частным лицам, вот здесь, конечно, интрига. Будем следить за этим, будем смотреть, как будут дальше развиваться события, особенно учитывая то, что Хабирова фактически фигурально заставили извиниться за свои резкие слова в адрес БСК, потому что Хабиров, значит, продемонстрировал свою мега-лояльность, значит, там, прибыл на выставку и обнимался там с Давыдовым. После этого Хабиров вылетел в Москву и там на форуме встречался с Рапотой. В общем, откатывают они потихонечку назад ситуацию с собственностью, ну, лишь бы с горой не начали откатывать. В предыдущих выпусках я обещал начать цикл сюжетов о результатах дорожного строительства в Республике Башкортостан и в Уфе. В частности, планировалось, что сегодня мы поговорим про строительство чудесной дороги на улице Рудольфа Нуриева, дом 14. Это легендарный отрезок дороги 800 метров стоимостью в 200 миллионов рублей. Но мы не успели на сегодня подготовить этот материал, мы сделаем это чуть позже. Однако цикл мы начинаем. Те, кто хочет что-то сказать, у кого есть информация по поводу качества уровня и результатов дорожного строительства и ремонта дорог в этом году могут писать нам на почту, присылать видео, фото, любые материалы. Но, пожалуйста, подробно описывайте ситуацию и указывайте адреса расположения этих объектов. Мы все видим, какой ужас творится в Уфе. Даже Хабиров потребовал, чтобы Мустафин начал извиняться перед жителями Уфы за вот это вот дорожное строительство, в кавычках, которое происходит в Уфе. Кстати говоря, мы как-то не дождались извинений Мустафина, мы не поняли. Может быть, он перед партией опять извинился. Сейчас модно стало. Все, кто чего-нибудь накосячат, чиновники, они идут в исполком Единой России, там перед всем извиняются. Нет, так не пойдет. Извиняться надо перед нами. Сделайте, пожалуйста, отдельную рубрику на всей Уфе, а лучше на ГТРК. И там каждый день пускай Мустафин стоит и так головой качает. Извините, извините, извините. Извиниться, кстати, надо миллион раз примерно по количеству жителей в городе Уфе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!